Версия без слов по мотивам пьесы Камьо. Так описывают критики спектакль Каллигула, премьера которого состоится в Губернском театре 23 декабря. В новой постановке от римском императоре на первом плане язык тела. При этом создавался пластический спектакль при участии драматических артистов. Одно из первых спектаклей увидела Ирина Акимушкина. За весь спектакль актеры не произнесли ни слова. В пластической постановке речь не нужна. Режим молчания на сцене установил режиссер-хореограф Сергей Землянский. Это именно спектакль без слов, где главные действующие лица это драматические артисты, которые путем своего тела, путем жеста, путем пластического выражения тела могут выразить те или иные переживания героев, действия и так далее. Спектакль без слов или пластическая драма. Это направление появилось на стыке трех жанров. Драматического спектакля, танцевального театра и выразительной пантомимы. В стиле вордлесс, как его называет сам режиссер Сергей Землянский, мечтал поставить именно каллигулу 10 лет. И вот постановка о том, как ранимый юноша превращается в жестокого тирана уже на сцене Губернского театра. Произведение вечное, мне кажется, актуально во все времена. Что такое порог, что такое деградация личности, деградация, что такое, да, человек, возомневший себя Богом, откуда произрастает, из каких трагедий, что случилось. Ну, на самом деле, надо читать пьесу. Я думаю, что человек, который читал, я думаю, что ему здесь все понятно, да даже человек, который не читал. В этом потрясающем пластическом рисунке здесь столько эмоций. Без слов, только пластикой тело выразить все эмоции, настроение, характер, страсти, которые кипят в душе персонажа. Такая задача стоит перед драматическими актерами. Раскрыться помогает музыка с тяжелыми гитарными рифами, написанная специально для спектакля, и атмосфера, которую создали на сцене с помощью света и минимального количества декораций. В основном открытый планшет сцены, да, и какие-то только объекты, которые присутствуют на сцене, работа с ними, визуальный ряд, да, костюмы и сценографию сделал Максим Обрезков, художник, постановщик спектакля, с которым тоже мы работаем уже много-много лет. В постановке принимают участие артисты губернского театра, в том числе слабослышащие и приглашенные актеры. В спектакле играют два состава, поэтому «Каллигул» тоже два. Мне тяжелее взять что-то такое, когда властвует Стасу, наоборот, он сразу как поднимает голову, там все лежат, да, потому что там детская, там, то есть мы друг у друга учимся. Да, да, набираем, набираем на каждого. Это круто, что как раз таки. Есть такая возможность, что можно смотреть разные, как бы, друг на друга в какие-то места, и еще друг другу помогаем. То есть смотрим, говорим, так, слушай, нет, там вот это, то-то, 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 да, да. Потом приходит Сережа, обоих говорит, и делаем, как он говорит. Почти для всех драматических актеров это первый пластический спектакль. Одни признаются, во время репетиции грешат словами, а для других это немая постановка, долгожданный эксперимент. Я настолько люблю молчать вообще, в принципе, по жизни, что для меня это сплошное удовольствие, когда есть только игра на тонких струнах души, когда ты только можешь с помощью тела породить энергию, которая дойдет до зрителя, вернется к тебе откликом, и вот вместе со зрителем будете дышать одним воздухом. Это магия, это чудо. Премьерные спектакли «Каллигула» в Московском губернском театре состоятся 23 и 24 декабря. Ирина Акимышкина, Геннадий Балакирев. Новости 360.